В этот раз у болельщиков была возможность удобно расположиться на трибунах. Организовал трансляцию директор Атомтранса депутат областной думы Михаил Лосенко при технической поддержке телерадиовещательной компании Десна ТВ. На стадионе смонтировали экран более крупный, чем в прошлый раз на центральной площади. Так что десногорцы могли насладиться футболом в более хорошем качестве. Матч между Францией и Бельгией, конечно, не привлек такое количество болельщиков, как игра нашей сборной. Но тем не менее, истинные любители игры с мячом все-таки пришли в фан-зону. Ну, интересно, что будет. Наши же в одной четвертой, к сожалению, бились-бились, но так вышло. Ну, теперь интересно, что будет наш домашний чемпионат. Смотрим, болеем. За кого болеете? Честно, за Францию. Они мне больше как-то нравятся. Рад, что у нас в городе единственные организовали такое мероприятие. Как бы это достаточно престижно, потому что даже смоленские не организовали. Я считаю, что это неправильно. И очень рад, что в Десногорске откликнулись и смогли организовать сначала одну фан-зону, потом другую. Конечно, есть небольшие недочеты в плане того, что лучше было бы это сделать с самого начала чемпионата, чтобы наши болельщики поболели за свою сборную. Но хотя бы так, тоже спасибо большое. На самом деле, конечно, очень приятно, что у нас все это организовали. Очень хотелось, конечно, все это изначально, чтобы когда еще сборная России участвовала, принимала. Но, тем не менее, конечно, огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации всего этого мероприятия. Очень классно. Сын доволен, все довольны. Я думаю, никто не был бы против, чтобы у нас это всегда почаще было. Другие соревнования проходили бы в таком же формате. Свежий воздух, природа, друзья. Все очень классно. Всем большое спасибо. Мне нравится. Игроки очень сильные, стараются. Очень классная игра. Хочу сказать большое спасибо всем, что сделали такую идею смотреть футбол всем городом. Пришли самые верные болельщики. Очень неожиданно и приятно, конечно, что в нашем городе организовали фан-зоны. Больше всего это доставляет радости в плане того, что это чуть ли не единственная, насколько я знаю, в Смоленской области фан-зона. Нам стоит этим гордиться, конечно. И спасибо тем, кто это организовал. И мы очень рады этому. Следующая трансляция полуфинала чемпионата мира состоится сегодня, 11 июля, в 21.00, там же, на стадионе Атамтранс. Приглашаем всех посетить единственную официально организованную фан-зону в Смоленской области и поболеть за хороший футбол.